И здравствуй, дорогие друзья, с вами снова я, Андрюх Харис, и добро пожаловать на новое видео по F1 2020. И сегодня у нас Франция, десятый этап уже в режиме MyTeam за Поста и Росса, и на этот этап нам приезжает достаточно много обновлений. Да, немного, несколько обновлений зафейлились, но мы сразу же обгоняем и Рено, и Хас по характеристикам. И мы становимся уже прям крепкими-крепкими середняками, и меня это только радует. Квалификация у нас сухая, меня это радует, программы также были выполнены, но, в принципе, на них уже становится немного пофиг. Ладно, в квалификации, квалификационный темп, кстати, был выполнен, мне писали на третью позицию, поэтому я такой уверенный, в первом сегменте поехал на одну попытку, и чуть за это не поплатился, чуть не вылетел. Кстати, финишную черту в Франции перенесли немного дальше, из-за этого время первого и третьего сектора становится другим, а значит, с прошлой формулы по секторам судить это все не так надо. Ладно, самое главное, что я все-таки прошел на шестнадцатой позиции, Джордан Кинг, даже учитывая то, что у нас машина лучше, чем Хас и Рено, он двадцатый. Да, молодец. Ну и, чтобы вы думали, первую попытку во втором сегменте я поехал на медиуме, весь уверенный в том, что я сейчас как покажу время, ух, как покажу, сейчас прям всех побью, победю. Ну вот, да, только не очень получилось, я на медиуме был шестнадцатым, с отставанием от рекяда в одну и две. Ну а на софте я такой, типа, так, мне не надо в топ-10, мне нужна одиннадцатая позиция. Поэтому, когда я первый сектор улучшал на две десятки, я такой, типа, ага, давайте посмотрим по второму сектору, как сильно я буду улучшать, а там будем делать выводы. И также я еще забыл посмотреть, сколько мне до десятой позиции отрыва, чтобы знать, сколько именно мне надо улучшить по дельте на руле. И вот, да, получилось все так смешно, что даже после второго сектора я отыгрывал достаточно много, а именно больше трех десятых. Но дело в том, что дальше у нас идет прекрасный третий сектор. По практикам я думал, что кодмастерс пофиксили ботов, что они такие быстрые в третьем секторе, но оказалось, нет. Учитывая то, что я вез больше трех десятых, почти четыре десятых рекиарда, да, были ошибки в третьем секторе, но то, чтобы даже не улучшить свою позицию, это надо быть гением. Потому что, ну, в третьем секторе я потерял абсолютно все, и даже нифига не улучшил, и остался на своей шестнадцатой позиции. Я так типа, а, ну, классно, да, будем стартовать шестнадцатыми, когда я думал, главное не пройти в третий сегмент. Хорошая альтернатива, не правда ли? Ладно, ну а по полной стартовой решетке у нас, в принципе, ничего удивительного. На поле у нас опять Мерседес, на поле у нас, слава богу, Вальтере Бонас, еще и на Медиуме, кстати. Второй у нас Ливис Хэмильтон. Дальше у нас Шарли Клер, Себастьян, Феттель. Дальше Макс Ржаппин, Алекс Албан, Серхио Перц, Лэнс Троу и Данил Квят с Ландой Норрисом замыкают топ-десятку. В принципе, типичная топ-10 для нашего чемпионата. Я все так же шестнадцатый, штрафов впереди у меня не было. Ну и, в принципе, на этом этапе только Латифи взял штраф, но он и так стартовал вроде 22-м и должен был. Ну, ладно, тактика Медиум Хард, ничего нового, никаких двух питов, потому что битстоп тут просто вечный. Ну а Ботас, надеюсь, не будет вытворять такого же, как боты делали в Канаде, где они стартовали с Медиума и потом шли на два софта. Гастанги стартует Гран-при Франции, достаточно хороший старт у меня получается. Подрубаю обгонную кнопку, сразу же уже выхожу на пятнадцатую срочку, пытаюсь по внешней траектории где-то протиснуться, чтобы пройти как можно больше пилотов. И уже иду с Ландом, с Карлосом Савинсом, прощу прощения, бок о бок и выхожу уже на одиннадцатую яйцу, но это же еще не все. Передо мной еще Лэн, Стролл, Даниил Квят и все вот эти вот ваши пацаны. Пытается меня пройти Дэн Риккярда по внутренней траектории, но я по внешней траектории пытаюсь обойти и Строла, и Квята, и со Строллом это даже проходит. Но на Квята, к сожалению, не хватило, но впереди же у нас прямая, верно? Верно, конечно же, там где мы можем обгонять, подрубил абсолютно все режимы, но не стал сразу же всаживать в фулл батарейку, поэтому отрубил обгон, держался слишком сильно за Квятом, а Строллу не хватало все-таки скорости, чтобы меня пройти. И по внешней траектории я смог защитить позицию Строла и все-таки остаться на десятой строчке. Шесть позиций отрывано за два сектора. Я считаю, хороший результат. Ну а мы пока что посмотрим на повтор старта, где у нас Вальтери Ботс на медиуме сорвался просто идеально и сразу же полетел от Льюиса Хэмильтона, а Льюиса уже в свою очередь атакует Шарли Клер тоже на софте. И это только на руку Вальтери Ботсу. Во-первых, у него будет, надеюсь, один пиццов с переходом на хард, потому что, ну, те, кто сортует софта, у них тупо 20 даже кругов хард не продержат. А вот, да. Короче, у них будет два пито, это прям 100%. Так что пока что я в самой выигрышной позиции, относительно впереди идущих. А значит, я могу потенциально финишировать на второй позиции. Ладно, продолжается у нас борьба у Льюиса и Леклера напрямую. Льюис потерял Слепстрим, Вальтери уже отъехал очень-очень далеко. И по внешней траектории Шарль пытается его пройти, потом это превращается в внутреннюю траекторию. И Шарль завершает обгон и уходит на вторую позицию. Прекрасно. Дальше третий сектор, в котором, я думал, я сейчас отстану Аквята, от Квяка на миллиард секунд. Но получилось так, что я даже за ним смог удержаться. Не понимаю как, но я это смог сделать. Впереди у нас продолжается там борьба плотненьким паровозиком. Ну, а позади Стролл, который на софте спешит меня пройти. Но напрямую, к сожалению, у него это не получается. А тут нырнуть это... Ну, я не знаю, зачем тут боты ныряют. Потому что я... Если они тут будут нырять, я их просто разверну, как было с Хэммертоном в Канаде. Ладно. Я подрубил обгон. И из-за этого я смог спокойненько, аккуратненько помнить траектории, немного поздно отормозившись, пройти Квята. Да, немного я его выдавил, но это особенность трассы, потому что, ну, с поребрика, когда слезаешь, тебя выносят максимально наружу. И это не очень-то и классно. На пятом круге начинаются пидстопы. Классно очень заезжают боты на пяты. Мне понравилось, как они тупо наплевали, как в прошлой формуле, на белую линию для заезда на пяты. И просто сквозь трансу чешут. И вот продолжается пидстоп у нас на пятом, шестом, седьмом круге. И я устал просто нарезать каждый круг во момент, где я просто проезжаю мимо пидлейна. Я вышел уже на четвертую строчку. Потом это превратилось во вторую позицию. Ну и потом уже будет мой пидстоп скоро. А пидстоп мой будет на 11, 12, 13 круге. И на 11 все-таки я решил заезжать на пид, потому что заехал в Альтери Волс. Я такой, а чем я хуже, и поехал на 11. Но потом я только понял, что у меня износ на харде составлял 5% с круга. Немного математики, 16 кругов до конца. 16 умножить на 5 будет 80. А 80% это уже очень рискованно. Потому что в Занворте, если я не ошибаюсь, у нас покрышечка взорвалась на 77%. И это не очень-то и классно. Ладно, пока что я выезжаю на позицию под номером 16 из бокса. Впереди, кстати, Ланда Норриса. Это достаточно классно. И я уже полетел догонять Переса, хоть у меня и хард. На 12 круге у нас заезжают все те, кто стартовал с медиума. Вроде все. И я выхожу уже на 11 строчку. Передо мной Перес, которого я уже догнал. Догнал с под конец этого круга, заехал в секунду. Все было классно. Разложатся у нас лучшие круги у тех, кто на медиуме. Они догнали Вальтера Болса, который на харде едет. Но у него уже не будет пидстопа. Также, опять-таки, пидстопы. Вторая волна продолжается на медиуме. Они все переходят с софта вроде снова. Короче, я вышел уже на 6 позицию. И на 15 круге я все-таки подобрался достаточно близко к Пересу, чтобы на главной прямой подрубить обгон, обогащенку, ДРС, слепстрим и все дела, чтобы его пройти. Поздним торможением мне это пришлось сделать. И все-таки обгон совершен. Я поднимаюсь на 5 позицию. Дальше у нас опять-таки пидстопы, которые я устал нарезать. Где я уже выхожу на четвертую поначалу позицию, потому что заехал Феттель, перешел на Харт. Ахаха, ахаха. Дальше у нас сходит Дживенадзе прямо перед Хэмильтоном, который его застопил. Прекрасно, просто классно. Black Lives Matter, да. Так что его надо садить за расизм. Ладно, продолжается волна пидстопов. Вот он сходит где-то позади Дживенадзе. И я уже поднимаюсь на вторую позицию. И в следующие 10 кругов я просто следил, чтобы у меня не лопнула покрышка. Прекрасно. У нас финиширует на позиуме также Карла Сайенс, Пьер Гасли четвертый. Кими Райкен, к сожалению, теряет свою пятую позицию по отношению к Себастьяну Феттелю, который приезжает пятым. И очень долго было ехать, как называется, до этой черты клетчатой. Потому что я привык, что сразу же, по факту, после выезда из последнего поворота там уже и финиш, а тут прям под конец надо ехать. Пилот дня, конечно же, я, потому что прорвался с 16-й позиции на позицию по номерам 2. Это прям прекрасный результат. Это лучший результат для нашей команды. И дальше, надеюсь, у нас Австрия, а дальше должна быть победа. Во-первых, в Австрии боты всегда ехали медленнее, чем могли на других трассах. Это первое. Во-вторых, Австрия в этой формуле мне достаточно подходит. Я там все-таки смог, кстати, из трех секунд выйти в тайм-триале. Но, в принципе, это никак не имеет значения. Ну и также я там ехал у РЛ. Значит, там, в принципе, должен хорошо знать трассу. Короче, в Австрии будет интересно. Надеюсь, скоро выйдет этот гребаный патч, который сделает нам черную левляю Мерседеса. Все дела. Если на момент выхода этого ролика он уже вышел, то... Хе-хей, привет из будущего. Точнее, привет в будущее из прошлого, из 16-го числа, из 16-го июля. Да. Короче, по результатам гонки у нас первый Вальтери Боттс, второй приезжаю я. Третий Карло Сайнс. Так что два пилота, они из топкомат на подиуме. Дальше у нас Пьер Гасли, Себастьян, Федор Киммеракин, Шарли Клер, Хэмильтон только во тьмой, Александр Албан девятый и Макс Верстаппин десятый. Вот вам и тактика двух пиццопов, которая является самой проигрышной. Мой напарник, 18-й, хе-хе, отыграл две позиции при сходе одного предыдущего, прям достижения, согласен. Классный у нас напарник. К сожалению, нам его придется заменять, но в принципе пофиг. В личном счете у нас Вальтери Боттс выходит на первую позицию, ей! Он уже четвертую победу к ряду одерживает, и это прям мега классно, потому что Хэмильтон там задолбал уже побеждать шесть гонок подряд, зажрался уже. Очень много изменений, кстати, у нас в личном счете из-за таких неожиданных результатов. И в купе конструкторов Макларен проходит Рено, Альфа Таури проходит Альфа Ромео. Альфы меняются местами. Ну а мы единоричные лидеры группы БС с преимуществом больше 40 очков над рейтинг-поинтом. Прям прекрасно. Мерседес уже 166 очков имеет преимущество над Феррари, прям забейте. Во, кстати, рейтинге команды у нас изменения. Десятый левел у нас есть, значит подписание нового спонсора сейчас будет. И это прям мега прикольно, потому что его наклеивать будем прям как классно. Нам предлагают обновить спонсора, когда, кстати, я заметил баг, когда обновляешь спонсор, а он у тебя пропадает с ливреи. Прям мега странно. Также еще на два дня надо было взять что-нибудь хоть-нибудь. Взял одно на один день, другое на один день. В принципе, нормально. По улучшениям у нас больше тысячи уже ресурсов. У нас 9 лямов долларов. Прям очень мы хорошо так устроились. Ну и надо было выбрать спонсора. Наверное, я очень долго тут сидел. Выбирал этого гребаного спонсора. Прям очень долго. Сейчас я даже... Вот, да. Все. Я заключил контракт с тем, что походит на миссион Вин Нау, типа на... Ну, типа спонсора Феррари. Очень похожа такая надпись, что сверху, снизу зеркальная. Ладно. Короче, так же я прокачал и оперки пилота, потому что у нас уже достаточно высокий уровень пилота. Ну и, в принципе, я на этом могу заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами был Андрюха Рейс. Всем удачи, всем пока.